В Анадырском морском порту закончилась обработка контейнеровоза Сергей Гаврилов. Теплоход доставил в регион партию плода овощной продукции для закладки на зимние хранения. Перед приходом в столицу Чукотки Сергей Гаврилов разгрузился в поселке Беринговский. После Анадыря контейнеровоз доставит продукты в Провидение, Лаврентия и на необорудованный берег для сел Провиденского района. Сергей Гаврилов стоит у причала Анадырского морского порта. Вышедший из Владивостока еще 25 сентября контейнеровоз после разгрузки в поселке Беринговском, минуя два циклона, добрался до столицы Чукотки. Сергей Гаврилов будет работать здесь почти полтора месяца. Экипажу предстоит завести судно в четыре порта, а также разгрузить контейнеры на необорудованный берег в четырех населенных пунктах. Уже в ноябре, когда по лиману будет ходить ледяная шуга, Сергею Гаврилову предстоит забрать из Анадыря порожные контейнеры. Это сложные рейсы, потому что это необорудованный берег, это слабо оснащенные порты, это осенняя погода неблагоприятная. Поэтому да, это сложные рейсы. Другие рейсы гораздо легче осуществлять. Порт, порт, судно, проще работать. Сергей Гаврилов – одно из последних судов 2019 года, выполняющих северный завоз на Чукотку. На его борту 1600 тонн продуктов питания в адрес предприятия Чукот-Апторг. 200 тонн остались в Беринговском, 700 тонн разгружают в Анадыре. В проведении Лаврентия, а также в береговые села отправится 640 тонн продуктов длительного хранения. В Чукот-Апторге к их подбору подходят очень серьезно. В первую очередь учитываются пожелания муниципальных предприятий торговли. Все подходят очень тщательно к этому, потому что здесь учитывается очень много. Делается расчет, берутся остатки на 1 января начинающего года, с которого мы делаем заявки. Реализация предыдущих лет учитывается. И спрос обязательно, и, конечно, характер, и характеристика товара, и сроки годности. Поэтому, бесспорно, мы не можем на весь год привезти такие фрукты и овощи, у которых очень маленькие характеристики годности. Сложнее всего продукты питания доставить в национальные села. Там разгрузку приходится везти на необорудованный берег. Чтобы жители маленьких населенных пунктов не остались без запасов на зиму, приходится использовать громоздкую технологию. Судно везет с собой самоходную баржу с аппарелью. Она ее спускает на воду. На эту баржу спускают трактора и волокуши, которые потом на берегу будут тянуть этот груз. Соответственно, на волокушу ставится груз. Волокуша в баржу. Потом трактором стяскивается с баржи. И буксируется туда, в населенный пункт, до места назначения. Чтобы выгрузить один контейнер на необорудованный берег, приходится потратить 4 часа. Но доставлять продукты наземным или воздушным транспортом гораздо дороже. Чукотапторг хранит продукты на собственных складах. Они есть практически во всех районных центрах. Однако долго храниться в них может только картофель. Поэтому при подборе ассортимента специалисты Чукотапторга учитывают много факторов. И выбирают товар у лучших поставщиков. Каждый год их круг меняется. Новые поставщики у нас бесспорно есть. У нас очень много контрагентов, с которыми мы работаем в Москве. Это более 50 фирм. Очень много контрагентов. Бесспорно. Может быть, наименование товара и не меняется, но производитель меняется. Естественно, меняются и вкусовые характеристики продукта. Чукотапторг везет в районы и 25 наименований продуктов в социально значимой категории. У сельчан будет возможность приобретать их по умеренным ценам. Примерно через неделю из Приморья на Чукотку выйдет еще один сухогруз – Владимир Мясников. На его борту 1200 тонн продуктов питания. Он доставит их в Анадырь и Певек. Владимир Сироткин, Александр Кузьминов, Служба информации.